Аптеки стали новыми точками притяжения молодых и уставших от жизни. Здесь тебе не только зеленку и пластырь, но и счастье в таблетках. Ими из-под полы торгуют некоторые фармацевты. Все, что должно продаваться по рецепту, легко уходит в массы. В таких черных аптеках полицейские сургуты изъяли 20 тысяч флаконов и капсул. И это с начала года. Сегодня в Югре говорят о новом виде наркозависимости, более сильном и необратимом. О лекарствах, которые не лечат, а калечат, и тех, кто их приобретает, расскажет Елена Каткова. Наш герой не называет имени. В лицо его знают такие, как он сам. 20 лет наркозависимости обернулись серьезными проблемами со здоровьем и осознанием того, что нужно помогать тем, кто не может отказаться от наркотиков. Теперь он просто волонтер. Глядываясь назад, я просто смотрю и вижу, сколько возможностей, сколько всего было потеряно. И сейчас я уже продолжительное время трезвый. Мне это дает надежду, уверенность в завтрашнем дне. И оставаясь при центре, работая здесь, только это, наверное, и помогает мне на сейчас. В центре реабилитации наркозависимых сегодня 70 человек разного возраста и профессий. В кругу единомышленников они лечат душу, переосмысливают вчерашний день. Как здесь говорят, делают работу над ошибками. В среднем это около 8 месяцев программа реабилитации. Проходит она в два этапа. Первый этап – это диагностический. То есть сначала клиент, когда поступает к нам, после первичной встречи, проходит диагностический этап. Это обследование психиатра-нарколога, клинического психолога, психолога, социального работника, ну и других специалистов. После того, как проходит заключение, клиент поступает на реабилитацию. Сегодня медики и психологи говорят о новых предпочтениях наркозависимых. На смену синтетическим наркотикам уже пришли фармакологические. Их отпускают без рецептов. Появилось даже такое понятие, как черный фармацевт. Не всегда сами полицейские могут проконтролировать аптечные точки. На помощь приходят неравнодушные люди. Активисты сами патрулируют черные аптеки и совершают контрольные закупки. Каждая наша закупка, когда мы заходим в аптеку с полицией, она заканчивается изъятием медикаментов. То есть раньше такого не происходило. Мы могли только навести шумих в нашем видео, но по сути медикаменты оставались также в аптеке. Из-за доступности препаратов лицо наркомании значительно омолодилось. Вещества, изменяющие сознание, употребляют подростки. Вот уже 20 лет в Сургуте работает общественная организация «Матерью против наркотиков». Здесь помогают справиться с зависимостью, начиная от психотерапевта, заканчивая адвокатом. 12 человек борются с распространением опасных препаратов. Как результат их работы приняты законы о запрете продажи двух веществ, среди которых дизаморфин и коаксил. В 90-е годы молодежь не знала, что это такое наркотики. Не знала о последствиях. А сегодня, ну, столько много пишется, столько много говорится. Наглядно, рядом соседи, семьи, родственники, где похоронены ребята, девчонки. И сегодня ведь уже открыто об этом говорится сравнительно давно. И что движет, я не могу ответа найти. Наркоманию можно сравнить с игрой в шашки. Только для наркоманов эта партия заведомо проиграна. Все дело в том, что люди, которые употребляют наркотические вещества, на кон ставят самое дорогое – счастье, здоровье и порой даже собственную жизнь. Для того, чтобы получать удовольствие от жизни легально, совсем не нужно прибегать к употреблению химических веществ. Чтобы получить хорошую порцию эндорфина, гормона радости, достаточно заняться спортом. Словом, найти себе применение, как наш герой, который теперь помогает другим. Ведь зачастую счастье кроется в мелочах. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше, чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова